В этом году будет обсуждаться проект корректировки энергетической стратегии, также будет обсуждаться реформирование рынка теплоснабжения. Над этими вопросами сегодня активно работает министерство. Уверен, что профессиональная дискуссия в рамках нынешнего форума придаст новый импульс внедрения передовых технологий и привлечению инвестиций в российский ТЭП. Этот прогноз 2014 года отличается от предыдущего, несколько более высокими прогнозами мирового энергопотребления, и тому будут даны объяснения, более аккуратным рассмотрением проблем нефтяного рынка. Каждый год в течение года мы очень тщательно мониторим, отслеживаем все, что происходит, пытаемся осмыслить, пытаемся понять, куда же разворачивается система и какие факторы могут стать значимыми. Остается очень много рисков, но мы, в принципе, как и все прогнозы, не даем каких-то катастрофических сценарий. Поверьте, нам совершенно не проблема расписать, что произойдет, если мы, так прикинем, в году X нарушатся поставки с Ближнего Востока, или Китай попадет в экономический кризис, и он нам, предположим, будет расти не 5%, а 3% три года подряд. Что произойдет с рынком сырья и нефти в мире? Мы можем это сделать, но мы не скажем, потому что плохие прогнозы, они, так сказать, нервируют людей. Ну и я могу сказать только следующее, что до середины 20-х годов сбываются в полной мере, по нашим сегодняшним представлениям, те риски, которые закладывались в проекте энергетической стратегии России до 35-го года, на самом деле с фронтацией до 50-го года, в отношении развития энергетики России.